Для того, чтобы анимировать колесо, давайте создадим само колесо. Для этого выбираем цилиндр, ставим ему 10 полигонов и немножко сжимаем. И немножко увеличим, чтобы было более удобно с ним работать. Теперь переходим к полигону, выделяем через один полигон и экстродом их выдавим для того, чтобы при вращении нам было лучше видно вращение колеса. И накинем на него какой-нибудь материал, любой. Теперь повернем колесо на 90 градусов в вертикальное положение. И посмотрим, по какой оси сейчас он крутится по оси Y. И двигается по оси Z. Если нам нужно будет движение, заанимировать по оси Z. То есть, когда он будет двигаться вперед или назад по оси Z, то он будет как раз... Теперь мы обнулим наше значение. И посмотрим, теперь ротация у нас стала вместо оси Y, стала по оси V, видите, X крутится. Переносим переименовываем в колесо. И добавим сплайн круг, который будет у нас выполнять роль контроллера, за которым мы будем двигать и колесо будет крутиться. То есть, мы сделаем зависимость движения колеса от движения нашего контроллера. Поднимем немножко колесо над плоскостью над контроллером. И снова обнулим его значение. Удалим историю обязательно колеса, иначе у нас не получится анимации. Теперь переходим в окно Windows, Animation Editors и Expressions Editor. Здесь выбираем колесо и выбираем вращение по оси X. Название, которое у нас появилось, копируем и вставляем в окно Expressions. Далее пишем формулу вращения. То есть, колесо будет крутиться по оси X равно, это обозначает при каком событии. А при событии, когда контроллер, вот этот наш сплайн, который называется Control, Сюда и напишем его название, Control. Когда наш Control будет двигаться, Translate, это перемещение. То есть, будет двигаться по оси Z. После этого ставим слэш. И здесь пишем, как он будет двигаться. 3,14 будет умножено на 360 градусов. То есть, оборот 360 градусов он будет делать, когда он проедет расстояние 3,14. Сначала поставим со знака минус, посмотрим, как он будет крутиться. И нажимаем Create. То есть, назначить. Теперь можно закрыть это окно и выделить контроллер. И мы видим, что при движении контроллера колесо начинает крутиться. Чтобы колесо крутилось и ехало вместе с контроллером, нужно сделать колесо под объектом контроллера. То есть, взять и поместить его в контроллер. Для этого колесико нажимаем мыши и перетаскиваем его под объект. Вот таким образом. То есть, наше колесо теперь будет двигаться вместе со сплайном, который выполняет роль контроллера. Но поскольку колесо у нас крутится не в ту сторону, возвращаемся в редактор. Выделяем колесо и минус меняем на плюс. И таким образом. Теперь колесо крутится у нас в нужную сторону. Остальные 4 колеса делайте самостоятельно.